а сейчас получается идет сейчас получается идет вы здесь и мы здесь дорогие друзья всем салам или как по-русски там это будет всем привет привет как вы поняли этот выпуск будет необычный мы с евгением решили разбавить наши спец движения travel бложиком и мы едем куда туда туда мы едем на эльбрус и дамбай и дамбай в общем подожди у нас подписчик тоже еще один попал привет так зовут подписчикам я тоже может быть поеду на молодец как зовут этим я же не и алёш очень приятно на чем катаешь понял ну да сноуборда еще не дошел или лыж ребят подписчики набираются прямо глазах да класс подписывайся канал спецмашина называется на ю тубе еще у нас у меня есть канал под названием клаттер фанк тоже подписывайтесь на канал клаттер фанк еще есть канал у моего друга называется олегович нормально нативная реклама заехала в чат в общем друзья петр покинул чат а мы сейчас с евгением в общем едем точнее летим в минеральные воды оттуда мы садимся на тачку едем на эльбрус в общем о чем будет этот выпуск о том что минералочка рядом о том что очень сильно стрёмно летать прямо сейчас прям сейчас в штанах что-то воняет ладно шутки шутками короче про что будет этот выпуск выпуск будет про путешествие мы в нем расскажем как мы добираемся сколько это стоит где мы живем где мы берем снарягу как вообще там отношение к людям в общем про деньги про развеем всякие штуки что это там наши курорты дорогие попробуем прокатиться на чекете поднимем флаг спецмашины на высоту 400 до приюта 11 в общем выпуск обещает быть интересным в этом конкретно выпуске мы снимем вам как мы до туда добрались а потом уже будем снимать покатушки и дальнейшие приколюшки получается погали ты кататься умеешь разберемся смотрю на чем да в общем ребят давайте подписывайтесь обязательно и увидимся уже или на месте или в самолете в общем нервячок есть небольшой перед полетом но мы справимся давай поехали итак если немножко про подробности значит план план у нас какой план у нас получается хорош в общем смотрите первая наша остановка это минеральные воды там мы садимся в арендованную машину когда будем брать ее в аренду подробнее расскажем почему мы взяли именно в аренду машин дальше мы доезжаем до села тарскол это 179 километров от аэропорта это при эльбрусе считается это предпоследний поселок перед поляной поляна а зал это спуск получается нижняя точка горнолыжного курорта эльбрус это горнолыжный курорт самый высокий в европе как гласит вывеска при въезде при эльбрусе в европе выше не катаются соответственно мы едем на самый высокий курорт там попробуем покататься на оборудованной трассе а также есть там трасса которая считается самой экстремальной ну не буду врать короче одна из самых экстремальных трасс называется чигет ввиду нашего не очень хорошего опыта катания мы конечно посмотрим как нам даст не очень регулярно катания рассказал ну да посмотрим как нам дастся основные маршруты до потом уже посмотрим возможно мы попробуем себя и начинить вот в общем мы взлетаем следующая остановка минеральной воды у меня это расскажи сколько мы летели 4 часа мы летели жопа затекла размяться хочется с импровизировал здесь тангочка все сделал так вот ну все хватит ну давай пошел давай ладно увидимся в общем мы летели 4 часа мы летели и санкт-петербурга чтобы понимали сколько стоит билетов мы летели аэрофлотом на чартере багаж включен 7600 по-моему рублей но были еще билеты и по 4600 но вчера вот поэтому имейте ввиду достаточно бюджетно можно сюда прилететь но можно и дорого вот евгений по случайности как-то купил билет но на официальном сайте на работе я типа не думал что есть всякие там скай сканеры не работают и прочие агрегаторы которые раньше пользовался мы сейчас делаем анти рекламу так и есть по факту и вот чем мы пользовались как какое-то не буду работать что-то какое-то не будем каким-то там короче тем агрегатором которые мы пользовались для покупки у них реально сам дешевле чем на официальном сайте я с таким не сталкивался еще так что не заходите не покупайте только на официальном сайте проверяйте все что можно все компании по перепродажу у них реально бывают выгодные цены мы рекламировать еще не очень умеем но как вы поняли это была реклама сервиса дешевых авиабилетов авиасейлс небо сразу же свяжитесь с нами нет небо travel это то куда нас отправила авиасейлс а просто авиасейлс напрямую не продает авиасейлс только предлагают хорошие варианты и потом отправляют себя туда где надо купить вот да авиасейлс вы поняли что такое авиасейлс авиасейлсом пользоваться а потом а мы сможем да ты короче свяжитесь евгением расскажите кто он может вас в следующий раз бесплатно еще раз отрекламирует так 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 за автомобилем мы обратились в компанию автостиль очень любим porsche с откидным верхом вот решили что нас двое вот и мы возьмем себе вот такой вот porsche сейчас покажем вам как он внутри что он могет да кто первый за рулем только не понимает и заказал с багажником на крыше я чуть не приехал блять что-то не то да получается какой-то какой-то брать не наш ладно совсем другой тогда давай слушай да получше мне кажется все таки согласен забираем берем и так наш пепелац знакомьтесь porsche короче мы решили не брать в общем мы взяли вот такой вот драндулет блять это конкретный драндулет в общем мы проанализировали рынок трансферов так сказать рынок трансфера и поняли что с учетом того что нам надо доехать от аэропорта до эльбруса от эльбруса потом завтра опять вернуться в аэропорт после у жеки приезжает бать его надо встретить потом мы соответственно едем обратно в эльбрус потом с эльбруса нам надо доехать до дамбая из дома и опять минеральные воды в аэропорт плюс мы еще хотим где-то по местности кататься короче нам получилось так что взять этот драндулет вышло дешевле но только если на ремонт не придется блин дыхаю я тратить денег ну в общем такой он повидавший жизнь посмотрим в общем дальше по плану у нас что какой-нибудь ахуин и кавказский хавчик шашлик шашлик или там что там сейчас что нибудь в общем найдем перекусим и гоним получается уже вторскол там у нас арендован домик но обо всем по порядочку чего вообще с нами еще вам не надоели вы с нами мы с вами погнали подожди на свой выплюну это пиздец они машины извиняюсь за мой французский это просто драндулет мы правильно его прозвали ну что там по ценам он сказал на что у нас машина тысячи 300 рублей стоит машина четыреста рублей стоит аренда ну в принципе это хорошая цена я считаю еще нам тут рассказали интересную информацию о том что если вы не видите что машины включен правый поворот это совершенно не значит что он совершается повернуть добра говорит лучше подожди пусть он проедет Впереди камера на 60. Он может, говорит, повернуть в любую сторону, даже прям по эффективному. Ну и мы поняли, что теперь тут как бы надо тоже руководствоваться таким принципом, что когда ты поворачиваешь налево, надо включить правый поворотник. Не дадут нам пизды, если мы будем вот так вот шутить на иностранном языке. На ломаном кавказском или каком. Негативчик, я думаю, будет в комментариях. И просьба с адресом указать, где мы живем. Ладно, пацаны, но вы не обижайтесь, просто мы первый раз у вас. И мы не обижаемся, когда вы нас тролите русскими вот этими всякими. Масленица. Масленица? Истерика какая-то. Такие вот чебуреки. Ничего более мы не нашли, поэтому заехали в придорожную. Кафе. Я так хотел, чтобы прям поебали по типу. Вот прям. Ты ешь, тебя прям в крысы скатываешься. В общем, сейчас мы попробуем. И дадим обратную связь. Вообще чебуреки, вот я, например, очень люблю. Сейчас затестим. Кавказские. Меня Жека отравил. Чебуреки были хороши. Что, в магазин нужно срочно? У него какой-то насвай в пакетике острый. Разрекламируешь. Это не насвай. Как говорит Алексей Васильевич? Это... Это ебать, как рот горит. Он дал мне миллиметр на миллиметр на миллиметр. Это Каролина Рибер. А сколько там поспорили? Миллион восемьсот тире два миллиона двести тысяч. А не надо было на язык ложиться на языку? Ну, короче, это самый острый перец в мире. Он. Который не разогнанный химическим путем. И меня просто любило спать. Я немножко съел. И меня вообще перехотелось спать. И Лёшка тоже такой спать. Я говорю, ну да. Ну, я ему со спичечной головочкой буквально дал. Как там, блядь? Как ассентуру поеду. Да, язык горит. Мы доехали. Такой домик стоит зимой 12 тысяч. Летом он стоит 7 тысяч. И нам отдали его, не знаю по какой причине, по летней цене. Та-да-да-да. Колокольчик нажмите. Подпишитесь. Лайк усик, если вам понравилось наше тревел-приключение. И увидимся в новых выпусках. Где-то увидимся. Уже башка не работает, но где-то увидимся. Да. Мы маленько подзаустали. Давайте, ребята. Алкоголь вредит вашему здоровью, так что имейте в виду. До новых встреч.